здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте а о чем я сегодня хотела поговорить да о том что должен знать каждый родитель то что я вовремя поняла именно вовремя вот смотрите от зачатия до 12 лет родители именно родители не бабушка не дедушка есть там я не знаю врач не учитель не соцработник никто от зачатия и до 12 даже до 18 скажем лет родители несут полную ответственность за ребенка во всем что с ним происходит не потому что так кто-то сказал или написал а потому что ребенок энергетически и информационно они детки они полностью подчинены родителям мать но мать отвечает за то как ребенок себя чувствует это энергетика тела отец отец отвечает за то что с ребенком происходит событийность а также за то как себя чувствует мать не знаю отцы поняли о чем я и к чему в конечном итоге вы отвечаете за всех вы являетесь пастором в семье именно пастором так написано в библии что земли жена подчинена мужу понимаете но это не значит я властный жрать тебе сказал нет не так в библии муж это партнер партнер и пастор в семье вы где-нибудь видели пастора с плеткой смотрите в большинстве болезней я еще раз хочу повторить в большинстве болезни виноваты женщины виноваты потому что с их рук получают пищу их семья в том числе и супруг от момента зачатия и до 12 лет подчеркиваю это начинается и длится строительство тела ребенка мать является единственным источником строительного материала до момента рождения и энергетики ребеночка то что в период беременности не надо пить курить колодца обедать макдональдсах это и всем понятно да отрава есть отрава но но есть то о чем родители не знают формирование тела напрямую связано с психикой женщины настолько напрямую что никакие яды не способны нанести столько вреда ребенку сколько мать психопатка и неврасты ничка вот посмотрите детки детки от этого очень сильно страдают и ушки закрывают и отворачиваются убегают и независимо от того богатая раз богатая или нищая раз нищая или какая бы ни была если она психопатка то это опасный человек не только для общества но в первую очередь оттуда надо спасать ребенка и я считаю нужно в таком случае сообщать и соседям на эту маму чтобы ее привели в чувство очень часто психопата можно встряхнуть даже органами даже органами милиции например просто встряхнуть она тогда поймет что она вообще-то не царь и не бог а она просто один из участников когда рождалось дитё участвовали трое муж и жена они думают все нет господь бог святой дух кто душу вкладывал в этого ребенка вот он участников было трое на самом деле беременность она должна протекать спокойно что делала я я когда-то вычитала что нужно смотреть на все красивое я ходила и смотрела на украшения на цветы я любовалась природа и так далее то есть на все самое красивое чтобы психику свою не тревожит ничем боже упаси смотреть телевизор в этот период боже упаси вся и все психические отклонения в период беременности все стрессы все это откладывается в ребенке нарушением строение тела в период беременности мать должна быть железобетонно спокойно и позитивно жить в ожидании радости от скорого появления на свет своего ребенка что женщина испытывает то она в ребенка и заложит это аксиома с которой спорить бесполезно многие думают ну где же взять такую счастливую семью вот как на картинке но где же ее взять слушайте после рождения ребенок до 12 лет он связан с матерью энергетической поповины так сказать мать полностью контролирует его внутреннее состояние даже если беременность протекала спокойно после рождения особенно если ты первый ребенок по себе знаю мать впадает состояние как назвать прыщик на попе что ли скорую немедленно это гипер тревожность гипер тревожность и вот тут когда такое состояние я не представляю как женщина может жить и ниоткуда вот представьте она сама ниоткуда не брать силы не черпать конечно от нее остается потом клок просто нервов она не только себе отравляет жизнь но и окружающим у нее не хватает любви ни на ребенка ни на мужа потому что она не знает откуда ее черпать откуда брать эту любовь она даже не представляет что есть источник из которого она может просто каждый день пить и наслаждаться она может обнять ребеночка погладить и благословить его она может каждый день благословлять своего мужа перед выходом поцеловав его обняв и сказав да благословит тебя господь да получится все что ты сегодня задумал да споспешествует тебе бог во всех делах твоих любимый вот это совсем по-другому направит супруга даже с такими словами какая бы ночь тяжелая не прошла с маленьким ребеночком муж уходя на работу с такими словами будет думать боже какая у меня жена не то что у него голова у него даже мысли не будет повернуться на какую-то хоть какую расфуфыренную перед ним секретутку или секретаршу или как там называется которая лезет чужую семью напишите такая женщина она как бы мысленно делает вот очертания дома божьего дома ее семья в этот момент очень хорошо защищена духовно вот это почему женщина молитвенеца всегда говорят женщина молитвенец чаще всего женщина душепопечитель потому что то что делает женщина своими молитвами даже в народе говорят молитвы матери со дна моря достают и не будет никакой гипертревожности а то для многих матерей гипертревожность стала нормой нормы почти для любой матери с ребенком а это не норма другие думают это банальный инстинкт какой банальный инстинкт какая норма всю тревожность которую мать испытывает за ребенка она как насосом накачивает в нему в него самого она как насосом вкачивает в свой дом своего мужа и потом рано или поздно этот шарик лопнет если у вас вот такая модель поведения если вот видите здесь дети держатся за руки отец как пастор благодарит бога за ту пищу которую бог дает на сегодняшний день то дети которые растут в этой семье они уже понимают что это благодать это не просто так что кроме вот папы мамы кто то есть еще раз кому-то говорят спасибо какие-то духовные силы работают которые мы можем не видеть но они есть ведь родители отдают этому и это потом сыграет свою роль и немаловажную а самую важную качество духовной жизни которую ребенок получает от матери от родителей регулируется ее состоянием от матери состоянием вы знаете сейчас посмотришь поликлинике полны тревожных женщин у которых все дети болеют непрерывно школы полны детей с мед карточками толщиной я не знаю в три учебника причина одна и та же состояние родителей вот эти вот нервные стрессы нету духовные защиты абсолютно нету если вы понимаете что все ваши болезни они там уже вознесены понесены и все ваши грехи прощены если вы это знаете вы уже в спокойствии вы уже когда вы отправляете ребенка вы благословляете вы отдаете в руки божьи и просите бога сопровождать вашего ребенка и в пути и в школе и назад со школ но но смотрите господь бог сквозь вот во всей библии во всей пишет за мудрость причем вот настоятельной особенно если вы откроете притчи там почти на каждой странице написано за мудрость 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 вот от того какие продукты мама берет от того насколько мудро она смотрит на тарелку своего ребенка вот посмотрите на тарелку этих людей посмотрите посмотрите здесь соки здесь зелень здесь все вот насколько мудро вы ко всему к этому подходите даже вокруг этого ребенка какая среда светлая или не очень. Вот все, абсолютно все это действует на иммунитет. Или вы питаете своего ребенка позитивом, любовью, красотой, заботой, одобрением, лаской, либо вы трясетесь, питая страхами, сомнениями, тревогами, заботами, унынием, усталостью. Выбирайте. Значит, если вы позитив, любовь, забота, одобрение, ласка, Господь Бог, если вы этим питаете ребенка, это совсем будет другой ребенок. Либо вы его питаетесь страхами, сомнениями, тревогами. Выбирайте. Выбор за вами. Скандалы в семье, выбор за вами. Обзывание ребенка – это вы его проклинаете. Вы думаете, да, проклятие-то вот если скажут, да будь ты проклят. Нет. Проклятие, дорогие мои, это когда вы ребенку говорите, что ты дурак, ты глупый, но почему ты не понимаешь, ну почему ты такой тупой, ну почему... Вот это проклятие. И они самые сильные проклятие, проклятие матери и отца на ребенка. Вот они в полной мере ложатся на ребенка, уничтожают его психологически и, конечно, ребенок начинает болеть. Он сначала боится, потом у него злость возникает, питается он духовно только скандалами и все, мать на взводе, ребенок будет получать внутрь злобу, гнев, раздражение и все это будет моментально отражаться на его органах. Вы, наверное, слышали такое изречение даже от врачей. Все болезни от нервов. Это неправильное изречение. Это изречение атеистов. А если вы верующий человек, вы понимаете, какие нервы. Ну нервы, нервы, у всех есть нервы, у всех есть нервные окончания. А все болезни от злобы. Это будет правильно. От зла. А зло только от сатанистского вот этого влияния. Вот этот бес злобы, который живет в семье и которого вы прекрасно можете удалить. Вы можете его вышвырнуть из своей семьи и сказать, я запрещаю тебе именем Бога работать в моей семье. Господь Бог всемогущ и я запрещаю тебе. Я в этом случае всегда говорю именем Иисуса Христа, своего ходатая на земле. Потому что вы знаете, что Бог создал не только землю, но и всю Вселенную. И может быть где-то на какой-то, я так предполагаю, другой планете ходатай другой. У меня ходатай Христос. Я говорю, что именем ходатая своего Иисуса Христа я запрещаю. Точно так я запретила в своей семье работать бесу курения. Я запретила работать бесу алкоголизма. Я запретила работать бесу страха. Я запретила работать бесу сквернословия. Иммунитет слабый там, где не мудрая мама. Иммунитет слабый там, где нет отца мудрого. Где отец не пастор, а где отец непонятное что-то. Оно может и работает, но оно приходит, ему, знаете, его как клейм приклеивают к креслу или там к дивану, я не знаю. И он смотрит на кинофильм и так далее. О том, чтобы ходить по воскресеньям в церковь, духовно наполняться. Да об этом даже речи нет в постсоветском пространстве. О чём вы говорите? Вот то на Пасху ещё пойти посвятить водку и влить в себя. Вот то это вера. А если как только тебе говоришь, что а наша семья вот так, а мы вот... Да не да! Да вы же, наверное, сектанты. Да вы что? Вы нормально питаетесь? У вас муж не алкоголик? Вы как? Вы процветаете в этой жизни? Вам нравится жить? Вы радуетесь каждому дню? Вас всё устраивает? Да не, что-то с вами не то. Вы, наверное, сектанты. Как только мама начинает кудахтать и думать о том, не заболеет ли ребёнок, а что это это? Он гарантированно заболеет. Как только она начинает вот эти проклятия говорить, как только она провозглашает над ним вот эти гадости, я не знаю, что находит в её голову, вместо того, чтобы провозглашать, что ты прекрасен, ты умница, у тебя всё хорошо получается, не получается с первого раза, давай сейчас вместе сядем, посмотрим, понаблюдаем, может, у нас получится, давай. И всё вместе, и всё гарантированно получится. Вот как только она начинает проклинать, смотрите, я гарантирую, что ребёнок заболеет, как только у мамы проблемы в психике, он опять-таки гарантированно заболеет. Любые семейные конфликты, ссоры, стрессы, причина неминуемой болезни ребёнка. Да и то мама, когда она идёт в магазин с целью, ну, что-то купить, чтобы перекусить, то это гарантированно, она купит отраву и этим накормит всех. Маме, побыстричку, ну, пожарим сейчас картошки, пожарим картошки с салом, всё побыстричку, это гарантированно, кровь в ничто, превращение печени в хлам. В хлам, а последствия, последствия вы нарушаете всё. И физическое тело, энергию, дух ребёнка вы ломаете тем, что вы орёте, а физическое тело также то, что вы ему даёте. И, понятно, он приходит забитый в школу, там его дёргают ещё, тоже учителя, тоже у нас многие не в себе, большинство, я не знаю, пора всех проверять уже. Потом, вместо ласки, любви, уже ладно, вы понимаете, что ребёнок ушёл из дома в девять, приходит после трёх, так? Он с вами, допустим, с полдевятого до полтретьего. Вот, он с вами полдня находится, таких добрых пять-шесть часов. И вы должны эти пять-шесть часов, вы обязаны дарить любовь, ласку, воспитание, потому что это образовательно-воспитательный момент, а никак не просто только образование. Вы влияете на этого ребёнка. Так вот, повлияете так, чтобы каждый из ваших 30 деток получили максимально любви, максимально радости, максимально позитива, и только тогда они смогут усваивать материал только в играх, только в улыбке, только в радости, только в любви. Ведь есть учителя, которых дети любят, и они с удовольствием идут на их уроки. Они их любят. А раз они их любят, то поверьте мне, если учитель скажет, пожалуйста, потише, я вас очень прошу, то детки будут сидеть тихо. Отец, отец – ключевая фигура, влияющая на здоровье в семье, на здоровье детей. Дети тянутся к отцу, особенно мальчики. Ну и девочки тоже, конечно же. Причина очень и очень простая. Именно отец – он пастор. Так по Библии, так по Божьему. Он главный. Он управляет тем, в каком состоянии находится мать. А от матери зависит состояние, конечно же, и дальше членов семьи. Вот если отец управляется плохо, если он оскорбляет, если он переходит грань уважения, если он, ну, скажем так, садистский наклон имеет, то здесь опять-таки вам поможет верующий психолог, таких много, либо идти к пастору, к своему, или к священнику и общаться. Но это опять-таки верующая семья. А если не верующая семья, то это катастрофа. Это катастрофа. Это будут и болезни, и разводы, и, в общем, это разлад. Это разлад. Никуда от этого не уйдешь. Закончится одним и тем же. Задача отца – всегда найти правильный выход из ситуации. Не орать, и тем более не прикладывать руку. Вы что? Если мужчина поднял руку на женщину – всё, всё, на этом до свидания. Расходятся оба. Прощаются и расходятся. Всё. Только садист и мазохист могут жить вместе. Всё. А всё остальное не может. Нет. Всё. Это значит, всё. Вы довели до той точки, которая не имеет возврата. Эта точка не возврата. Всё. Ну, это моё субъективное мнение. Всё, что бы я ни говорила, не воспринимайте на себя. Это чисто субъективное мнение. Я считаю, что задача отца – не орать на мать, а успокоить. Просто подошли, улыбнулись. Но неужели на улыбку она не ответит? Да ответит. Погладьте ей волосы. Поговорите, выслушайте. Опять-таки улыбку объясните. Пообещайте, что всё будет хорошо. И ведите к этому. Сводите куда-нибудь. Может быть, она очень устала. Рассмешите. Она на вас опирается, потому что вы – опора. Она должна чувствовать, что вы – стена. Весь её мир опирается на вас, уважаемые отцы. Если муж сказал, значит, так оно и будет. Самое страшное, когда муж говорит, как у нас говорят, казала-мазала, казала-мазала, что говорит, что об стенку горох. То есть его слово ничего не значит. То это с таким мужем тоже не советую, вообще не советую. Мужчина должен. Сказал, сделал. И вот всё другое для меня – это не мужчина. Муж управляет всей событийностью в доме. Подобно тому, как жена управляет состоянием деток и питанием, и вашим состоянием физическим, соображает празднички, какие-то традиции, красоту, уют и так далее. И также является тоже подпоркой мужу. То есть она не должна опускать руки и говорить, ой, у меня муж работает, я не работаю. Нет, подпорка обязательно женщина должна работать. Но это опять-таки моё субъективное мнение. Но если у женщины много детей, к примеру, ни один, ни два, тогда, конечно, тогда, конечно. Либо какую-то деятельность вести женщина должна, иначе она себя потеряет. Например, если она ходит в церкви, то там всегда, я имею в виду живую церковь, там всегда есть деятельность, которую женщина может взять в свои руки и вести определённое дело там. Так же там платят тоже. Например, у нас есть девушка, которая в церкви, мы ей звоним, и она оказывает такие услуги, постричь. Она прекрасные стрижки делает, изумительные, и прически. Естественно, она без благодарности не остаётся. Хотя, если у тебя нет денег, она тебя пострижёт бесплатно. Но понятное дело, что каждый её всегда благодарит. жена в семье вместо мужа, это, я вам хочу сказать, очень плохо, хуже всего, хуже не бывает. Когда женщина начинает управлять событиями в семье, используя на это энергию, скажем так, мужскую, мужа, вот тогда всем будет полнейший крах в семье будет. Вы скажете, как? Ну, а как вот бывает, что нет мужа? Нет. Ну, когда нет мужа, понятно, здесь женщина уже из-за мужа, из-за этого здесь уже совсем другое дело. А когда вот и муж здесь, и это, и она будет чувствовать при, как говорится, при живом муже, жена исполняет роль и мужа, и жены, а он так, как не пришей кобыль и хвост, да, как говорится, то это уже всё. Это всем настанет полный конец. Потому что если женщина, находящаяся в стрессах, а на ней тогда возлагают стрессы, она будет приходить и думать, ну, что же он здесь лежит, а я и работаю, и семью веду, ещё и меня приготовь, убери, прибери. И вот тут она будет находиться в стрессах и тревожности и получает ещё и власть над событийностью, то слягут все. Она этой силой вообще управлять не в состоянии. Женщина так придумана Богом быть, она так создана, скажем так, из ребра Адама. Понимаете? Она часть, она часть мужа. Она не муж, она замужем, замужем. Вот так создана женщина. Следующее, хотела бы сказать, как муж управляет событийностью ребёнка. Очень просто, словом, произнося слова в адрес ребёнка с указаниями на тему событийности. Мужчина вкладывает в слово образ, который будет как бы печатью ложиться на ребёнка. Это прямое программирование его действий. Ни в коем случае, ни в коем случае не включаем мат. Тут у меня есть прекрасное видео. Мужчинам смотреть всем обязательно. Я внизу сделаю ссылочку на это видео. Вот мат – это язык сатаны. Он проклятием ляжет, печатью на вашего ребёнка. Если отец сказал, ты сделаешь, ты будешь, ты сумеешь, а не так, слышь, я тебе сказал, я не могу. Так мы сможем. Ты сумеешь, я тебе помогу. И ребёнок сделает. Потому что я в тебя верю, у тебя всё получится. Да, я не могу. Даже когда ребёнок, я не могу, не хочу. Я верю, у тебя всё получится. Давай начнём вместе, а там увидим. Отец никогда не будет говорить, отец настоящий, имея в виду, что ты не сможешь, у тебя не получится, ты дуран, ты дебил. Вот настоящий отец этого говорить не будет. Слабый в каких-то вариантах отец может такое сказать. Может. Но это и ляжет на его ребёнка. И он и об этом должен знать. Ни в коем случае нельзя ни при каких обстоятельствах говорить такие фразы деткам. Ой, осторожно, ты упадёшь. Заболеешь. Сломаешь себе что-нибудь. Испортишь. С тобой что-нибудь произойдёт. С тобой всегда всё не в порядке. Вот это всё фразы проклятия. Запомните их. Это фразы проклятия. Всё это называется духовный мир, в котором мы живём. И поэтому я это вижу, как это происходит. Это как музыка. Как так музыка на вас действует, что вы её слышите, вы её не видите. И если это спокойное, приятное, вашему сердцу музыка на вас успокаивает. А другая музыка, наоборот, тревожит так, что аж слёзы выступают. Вот именно это всё называется духовный мир, который дал нам Господь Бог. Надо ли говорить, что если вы скажете такие слова, как я перед этим вам сказала, слова проклятия, что почти гарантированно ребёнок может получить всё это. А мама потом гордо восклицает. Ну, я так и знала, я же говорила, не понимая, что она сама являлась этому причиной, потому что она прокляла, и оно так и легло. Вот это, как психологи любят говорить, программирование событийности. Дорогие мои, не придумывайте слова. Это всё описано в Библии, что следите за своими словами. Мне нравится, как в Библии говорится про язык. Язык глупого – гибель для него, и уста его – сеть для души его. Слова наушника, как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Или, например, Псалтырь, 63-й Псалом возьмём, там говорится, язык может быть подобен острому мечу. Псалом 51-й – острые бритвы. Псалом 140-й – змее. Еремия, 9-я глава, 3-й стих. Язык может стрелять ложью, как лук. Еремия, 9-я глава, 8-й стих. Язык их – убийственная стрела. Вот не делайте свой язык использованием оружия нападения, как написано Еремия, 18-й главе в Библии. Не делайте его стрелою, убийственной для своего ребёнка. А я вас всех благословляю. Будьте здоровы, будьте благословенны, и пусть в вашей семье всегда будет мир, любовь, покой, радость и благодать Божья. ГОВОЛО НЕ ПОКОЛИТВА